Привет всем! Вы на канале Я и Америка. Я Анна, которая в Америке Эна. Я живу в городе Пенсаколи, на берегу Мексиканского залива, где стройные сосны, роскошные пальмы и белый песок. Я живу в самом солнечном штате Америки, я живу во Флориде. Сейчас вы на моей кухне, и здесь мама готовит русские пельмени, потому что мой муж очень любит русские пельмени, именно русские, он и называет их равиоли. Russian равиоли. Это самое любимое блюдо моего мужа, и он сказал сегодня, что это фаворит, его фаворит из русской кухни. Мой муж пробовал борщ, пробовал запеканку, пробовал русский салат винегрет, под шубой, крабовой, но он сказал, что русские пельмени, больше всего Russian равиоли, это самое его лучшее блюдо, которое он когда-либо пробовал из русской кухни, и вообще. Сейчас моя мама будет показывать мужу, как он будет лепить пельмени. Team, please make пельмени, see like my mother, yes. I have no experience. Yes. Team, I guess it's very a lot, maybe need a little, yeah. I'll try, okay. Look my mother, look. Yes. Very good. You try very good. I'll try never. Very good look, very good. Team, you told you don't, yes. Next. Next. Team, more power, more power. Okay, okay. And that? Yes, very good. Look, American man. American man made Russian radio. Like a class. Master class. Mother-in-law is trying to visit the United States and learn me how to do radio. I think very good. Do I know what I'm doing? No. But mother-in-law showed me. Mother-in-law showed me, you understand? No? Mother-in-law showed me, that he taught me. Very good team, very good. Show. Number two ravioli. I made two. Not very good, but I made two. Okay, I made two ravioli, and now I have to get out of the kitchen. So husband going to watch football, mother-in-law, she's nice, wife mean, and they tell me I got to go, so I'm out of the kitchen. Bye. Mom, you have 75 years old, and you got a visa in America. I know that now it is very difficult to get a Russian visa in this country. Mom, tell me, how did you get out of it, that you're with me, you're on the beach, you're on the beach, you're on the beach, we'll see you soon, we'll see you in Miami, you'll see you in Miami. Mom, I know that many women, who live here, are married for an American visa, but they, unfortunately, can't be able to meet with their relatives. And many women suffer from that and want to be weary and sad for their relatives. Tell me, please, tell me, 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 tell me. но все исполнимо вот я думала что через москву получу визу а не получилось потому что через москву это очень дорого это первое и очень долго это второе наверное более важное чем дорого вот поэтому мама ты в какого города ты выезжал как город назывался я знаю как город назывался а ты скажи из города астрахань это это не центральный город это скажу провинция вот их собиралась москве но все это думала а потом иду по астрахани смотрю написано тур виза думаю а дай-ка я посмотрю спрошу что это такое захожу с вопросом американскую визу здесь получить можно мне говорят конечно можно только через израиль я всегда готова туда визу не надо все собирайте документы мы вас отправим поставим на очередь и отправим через две недели мне меня поставили на очередь и я должна была к определенному часу дню приехать что я и сделала мам подожди какие документы объем примерно какие ты помнишь документы ты собирала ну во-первых на приглашение из америки у 1 приглашение от меня и от моего мужа 2 документ 2 документ ну это во-первых паспорт конечно загран паспорт это три с действующей загран паспорт дальше все документы которые касаются меня фотографии а сколько фотографий не помнишь внутри четыре три фотографии скажу на так хорошо три фотографии еще что было там у него список далее я пошла и все собрала но ты помнишь в этом списке всякие разные копии там паспорта копию там пенсионные книжки копию там значит купила свидетельство о недвижимости если она у меня есть и сберкнижки обязательно копию последний за последний значит вот съемки съемки с книжки и так далее а вот скажи его ли пачка подожди мама ты помнишь такой документ был что ты замужем за папой обязательно был документ значит свидетельство о браке какие-нибудь о папе документы были нет никаких только свидетельство о браке до свидетельство о браке пенсионные свидетельство я на пенсии а что я в браке это что квартира как бы квартира на мне что я и собственница квартиры со квартиры но получается не так много документов приглашение загран паспорт пенсионное удостоверение копии и наверное выписка из счета со счета за с пенсионного свидетельство о браке с папой и чё еще да еще что еще это уже не помню конечно там все скажут сколько чего надо вот и приглашение если я не не еду в гостиницу или из гостиницы мне должно прийти приглашение которые я могу поселиться или или приглашение к кому я еду приглашение кому-то едешь не от и месяца на ее приглашать или где или про израиль где про израиль где я могу остановиться потому что в израиль без этого не выпустят вот но у меня все это было короче говоря и вот я собрала все через две недели поехала через две недели ты куда поехала тель-а-вив то есть и ты пришла посмотрела увидела это агентство зашла туда и через две недели ты уже были две недели я уже поехала сбор документов а у тебя состоялся неделю неделя а вторую неделю а как ты покупала билет в тель-а-вив очень просто пришла и купила в агентстве или в как билеты а сама ты купила билеты а кто тебе сказал на какое число надо покупать а это мне сказала уже в этом в истории мне сказали что я здесь там примерно 21 числа в 10 20 времени должна быть в тель-а-виве в тель-а-виве в американском консульстве ты к этому времени у тебя уже было назначено интервью назначенному времени интервью беседа ты приехала ты взяла билет в тель-а-вив и понятно в тель-а-вив ты через москву то есть не сборала билет астрахань ширинетьево тель-а-вив хорошо значит как в тель-а-вив у тебя проходило все в тель-а-вив немножко сложновато там а что тебе было самое сложное очень тщательно все опрашивали где опрашивали на границе на границе да на контроле все тщательно очень опрасывали и с таким каким-то недоверием ко мне хотя и представила от своих знакомых приглашение что меня пригласили что меня встречают и так далее там подобно но какое-то было такое вот не очень все в тель-а-виве да на границе на границе на сам границе уже приехала в тель-а-вив и все такое немножко было волнение оно все прошло нормально потом нет я приехала и через два дня я пошла в эту американское посольство в американское посольство к американскому консульство к американскому консулу консулу который у тебя тоже какие-то вопросы задавал да во первых туда попасть было через большую очередь там очередь стояла на улице дождь в это время шел и документы надо было брать вот так вот с собой нести никаких сумок больше посторонних не должно быть никаких вот со мной была на меня сопровождающая женщина вот она сумку мая взяла я вот стояла подождем так вот документы все держала и с этими документами я зашла туда там тоже очередь а потом значит нас разделили русских в одно окно а всех остальных потому что там были все 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 израильтяне и русских в одно окно где русскоязычные работники работают вот а всех остальных другое вот и там уже у меня у консула спроси задали вопросы за вопросы задают такие какие-то собственно говоря ты к ним готов но больше богатых например другим каким-то вопросам а задают очень такие незначительные вопросы вот как на кто например у вас там в америке или как а почему вы ездите а зачем вам это надо и в общем из таком духе а я говорю я не видел да ну очень своих детей говорю ночку и дочку у меня очень большое желание это сделать мне уже много лет но поэтому я боюсь конечно что я просто не доживу до того времени когда они сами приедут поэтому я решилась вот так вот консул меня посмотрел а там так если знаешь консул взял вернул документы это можешь быть спокойно что ты никуда не попала а если забирая документы и говорит придите через два или три или день неделю мне сказали через два дня то ты радостная и не неопределенные вообще с такими эмоциями что что-то такое случилось выходишь из от этого окна и думаешь куда же тебе идти сторону наконец я нашла выход и поняла что у меня паспорта с собой нет ничего нет значит я приду еще сюда за паспортом с визой через два дня ровно через два дня и во сколько эти сколько у тебя вся поездка в израиль неделю ровно неделю или ровно неделю я потратил на все поездки получается с того момента когда ты увидела это тур виза и до получения визы у тебя прошло всего три недели до три недели точно 3 неделю меня прошло вот за три недели я все вот этот вот 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 так вот получилось все так так все удачно получилось короче говоря очень хорошо скажи пожалуйста уже как ты перенесла поездку Астрахань, Москва, Москва, Майами? Ну, как можно говорить, что хорошо? Конечно, для своего возраста я перенесла просто отлично. А так, если говорить, что 12 часов лететь, почти в таком вот состоянии невесомости все время быть, это, конечно, для этого возраста тяжеловато. Ничего не могу сказать. Сейчас обратно поеду, и то же самое будет. Ну, думаю, что все будет нормально. Но меня сопровождали, поскольку я в этом возрасте, мне оказывается... После 75 лет аэропорт предоставляет доставку на коляске. Доставку пассажира на коляске. На коляску меня посадили с Астрахани прямо. С тебя посадили... В самолет первую. Первый самолет. В первую. Меня первую посадили в самолет. Потом в Москве меня встретили с коляской. Тоже посадили. И по всем этим коридорам, без очереди, кругом я везде прошла. Вместе на коляске. В Майами то же самое. Меня встретили с плакатом моей фамилии. Я, значит, увидела, что я... И тюардессы предупреждают, что вас будут встречать. И они предупреждают. Очень хорошо. Очень хорошо. И я уже смотрела, кто меня встречает. Все. Посадили на коляску. И тоже там огромная очередь. Просто я бы, наверное, ее не выдержала, если бы это было по-другому. Огромная очередь в Майами пассажиров, прилетевших, и через этот контроль пройти, это было, конечно, жуткая была сцена. Там люди лежали просто, с детьми лежали. А меня провезли мимо всех этих вот контролей так все быстренько. Все. И довезли до... Ну, до моей внучки, которая меня встречала с букетом цветов. Я была очень счастлива. Сначала за багажом, а потом уже в этот... Все, конечно, когда едешь первый раз, ничего не знаешь. И все волнение в тебе. Но все это преодолимо. Все это преодолимо. Я вообще-то желаю, кто хочет увидеться со своими детьми в Америке, все делайте так, как вам подсказывает сердце. Не бойтесь. Будьте... Вас здесь доброжелательно везде встретят. Я в этом убедилась сама. Спасибо. Ну, мам, большое тебе спасибо за то, что ты рассказала. Я понимаю, что это было трудно. Я смотрю, ты уже почти плачешь. Вот. И я тоже. Это трудно, конечно, не видеться с родными. Сейчас на этом я заканчиваю это видео. Я желаю всем счастья, здоровья, улыбок. Счастья вашим близким. Старайтесь своих родных поддерживать, любить, оберегать. Увидимся в следующем видео. See you next video.